Продолжаем тему входа, в котором вы притягиваете партнера к себе. Еще раз для вас напоминаю. Первая форма входа, когда вы через диапазонные катастрофы, или делаете вход в партнера здесь, или делаете вход на танканку здесь. Сейчас ваша подождая будет фактически притягивать партнера к себе. То есть вы делаете и клюв-бедро, и клюв-партнера к себе. Обращайте внимание, еще раз напоминаю, очень важный нюанс. Рука тянется не к себе, тем самым вы притянете партнера, который будет вас атаковать. Рука делает петлю, причем петля рождается, опять же, не рукой. Рука не вытянет массу партнера. Петля рождается бедром. И тоже нюанс. Не так. Не отдельно бедром, отдельно рука. Бедро и рука должны быть синхронизированы. То есть вы делаете петлю одновременно бедром и притягиваете к себе. После этого руку выгодите перед собой. Теперь смотрите. Вот партнер вашей формы в пустой. Вы продолжаете движение партнера, подхватываете движение и меняете следующее движение. Заканчиваете выполнение ик-кё на урваза. А сайфом на урваза. Второй вариант приведения партнера на выполнение техники. Дану скручивается ик-кё. Урва ваза. А по теме.